Рекламный баннер на Юровской 11 демонтируют. Такое решение приняли сегодня специалисты городской администрации после осмотра конструкции. Сама же проверка была организована по распоряжению главы города Владимира Быкова. О баннере, который, по мнению горожан, портит облик города, ему сообщили во время, прошедшей в понедельник вечером, прямой линии. Какие еще актуальные темы там обсудили? Об этом наш следующий сюжет. Первый вопрос главе города самый актуальный для последнего времени. Что с дорогами? Уже прошли первые аукционы, ответил Владимир Быков. И по ним отремонтированы несколько проезжих частей. А сами конкурсы сейчас проводятся по новой схеме. Это будут так называемые контракты жизненного цикла. То есть победившая подрядная организация должна будет не просто отремонтировать дорогу, а в течение еще четырех лет отвечать за ее гарантийное и сезонное обслуживание. На сегодняшний день в стадии проведения аукционов находятся практически все средства, которые пришли из областного бюджета, наши городские и федеральные. И я думаю, что к концу августа месяца работы мы выполним. Аукционы, кстати, сейчас проводятся по установке и новых остановочных павильонов. Сегодня уже на 53 таких новых красивых остановок состоялся аукцион. И вот мы их, я думаю, до конца июля месяца их установим. Как раз вот эти остановки, они будут иметь по два пилона для рекламы. Вот те рекламные организации, которые у нас существуют, они могли бы и содержать эти остановки. Активно работа сейчас ведется и по вопросам устройства детей в детские сады. В этом году сложилась непростая ситуация и связана она со всплеском рождаемости в 2013 году. Проблема детских садов, она очень стояла остро. Мы ее решали и в этом году мы продолжим. Мы решаем сейчас вопрос по государственному частному партнерству, продолжить строительство в этом году. Планируем сейчас, ведем переговоры, начало строительства двух детских садов. Но обсуждались не только проблемные и остро-социальные вопросы. Владимир Быков пригласил кировчан отметить день города и отметил, сейчас работа по его подготовке активно ведется. Улицы приводятся в порядок, ремонтируются фасады зданий, а цветников в городе становится все больше.